Аргейм Рос. Солдатики. История и мобилизм. Аргейм Рос. В этом видео я расскажу вам про свою коллекцию военно-исторических миниатюр в 72-м масштабе, посвященной кавалерии Петра I. Вы познакомитесь с уникальными, сделанными мною военно-историческими моделями, а также узнаете, как вы их можете изготовить своими руками. В конце видео я разместил модели донских казаков, которые, на мой взгляд, получились лучше всех. Так что смотрите до конца. 18 мая 2019 года я сделал фильм про кавалерию Петра I на период Северной войны, а если быть более точным, на 1708-1712 годы. В этот период произошла знаменитая Полтавская битва 1709 года, ставшая переломным моментом в этой долгой войне. Русская кавалерия не была статична и постоянно развивалась, внедрялись и отмирали различные виды вооружения и амуниции воинов. Про все это довольно подробно, а также про структуру полков, численность и управление ими я уже рассказывал на своем канале. Ссылка должна появиться справа в углу. Так что лучше вам сначала посмотреть этот фильм. Теперь перейдем к моей коллекции. Работу над русской кавалерией я закончил 29 августа 2016 года. В базе для создания кавалерийских полков служили различные источники информации, порой довольно спорные и противоречивые. К 2019 году я собрал более подробную и достоверную информацию и теперь я могу указать на свои ошибки. Вы сможете, учитывая их, создавать свою коллекцию. Для своей армии я сделал 7 полков. Взял за основу то, что один полк состоит из 6 моделей. Забегая вперед, скажу, что пехотные полки у меня насчитывают по 24 фигурки. С военно-исторической точки зрения 6 всадников в драгунских игровых полках это не совсем верно, так как по численности конные и пешие полки были почти равными. А у меня получилось, что им в 4 раза меньше бойцов имеют. В реалиях Полтавской битвы драгунские полки имели 40-50% от списочного состава. Чтобы быть более точным, полки следовало бы делать 12 всадников на 2 подставках. Я это понимал, но тогда бы мне пришлось сделать меньше полков, либо увеличить численность кавалерии вдвое. Мне же хотелось получить больше подразделений, чтобы показать различные цвета мундиров, при этом не увеличивая сложность работы. Кавалерию я делал в 72-м масштабе из наборов звезды и стрельца. К сожалению, на момент создания своей армии приобрести набор русские драгуны от стрельца я не смог. Очень колоритный набор. Правда, на 16 всадников всего 12 коней. Но это не важно, когда делаешь конверсии, так как конский состав подобрать можно. Зацените позы моделей. А если к ним приложить еще и руку моделиста и сделать конверсии, то выйдут просто изумительные кавалеристы. Всадники в треуголках. Двое в картузах. И четверо в коногренадерских митрах. Да еще и бонусом 6 пехотинцев, из которых трое – гренадеры. Жаль, что не смог приобрести его. Прикупить мне удалось вот такой набор. Гвардия Петра Первого. Про пехотную его составляющую поговорим в соответствующем фильме на моем канале. Кстати, пишите в комментариях, если хотите его увидеть. В наборе 6 всадников, которые нам подойдут на элитную русскую кавалерию. Основным источником получения моих кавалеристов был набор звезды Драгуны Петра Первого. Я их купил сразу два. Хорошая командная группа из полковника, знаменосца и музыканта. Проблема была в том, что мне требовалось 6 командных групп, а в наличии имелось всего 3. По ходу повествования покажу, как я решил эту проблему. Для работы много активно применялись конверсии, то есть изменения постмоделей. Видео о том, как это делать, найдете на моем канале по ссылке в описании. В конечных заставках и сейчас в правом углу должно выдать ссылку. Можете по ней клипнуть. Этот метод позволит вам качественно изменить свое хобби и вывести его на совершенно новый уровень. Вы сможете сами делать фигуры в нужных вам позах и экипировке. Также обратите внимание на оформление подставок. Как их делать я тоже описывал в своих видео. Помимо перечисленных наборов в работе я использовал элементы от моделей из наборов русских стрельцы, русской пехоты Фридриха II, шведских драгуна Карла XII, гвардейские и запорожские казаки. Флаги для своих драгун я делал ротные. Хотя у меня как бы полки. Рулем в том, что полковые знамена были белые с гербом в виде орла. По сути во всех полках они были одинаковые. Ротные знамена были цветными и у каждого полка своего цвета. Это уже поинтереснее для моделиста и варгеймера. Посмотрите какому полку какой цвет соответствовал соответствующей таблице. Полотна знамен я распечатывал на плотной бумаге. Расскажу как я это делал. Взял часть знамен с этого планшета. Знамя для лейб эскадрона Менщикова нашел в книге Каштанова, страница 86. В интернете нашел знамя для казаков. Берем флаг с картинки или фото. Если флаг напечатан в книге, его можно сфотографировать и потом уже редактировать. Итак, у нас есть искомая картинка. Вырезаем из нее контур флага. Копируем. Зеркалим. Так как нам нужно получить рисунок на флаге с двух сторон. Монтируем. Получил вот такой лист формата А4. Распечатав который, на цветном принтере получишь флаг нужного размера. Ссылку на этот лист найдете также в описании к видео. Структура моей кавалерии была такова. Четыре полка Драгун, один полк Кон и Гренадер, лейб эскадрон князя Менщикова и отряд донских казаков. Начнем с Драгун. Сделал такие вот полки. Я собирал данные с разных источников. Жаль, что сразу не нашел качественных статей. На листе бумаги записывал данные, которые давалось найти в разных источниках. Московский полк, Смоленский, Пятский полк и так далее. У меня получилось насобирать данные на один из полков. А также данные про лейб эскадрон Менщикова и про полк Кон и Гренадер Кропотова. Из этого перечня я потом уже выбирал Драгунские полки. При этом стремился, чтобы они имели разный цвет кафтанов. В рялях Петровской армии на период Полтавской битвы 50% Драгун имели зеленые кафтаны, а остальные красные, белые, синие. Сейчас у меня есть таблица расцветки мундиров на 1709 год по полкам, которую я взял из журнала «Новый солдат» номер 190 «Кавалерия Петра I». На момент создания миниатюр у меня этих данных не было. В таблице приведена доказанная расцветка униформы русской армии. Я сначала буду говорить, что я сделал, а потом сравнивать с этой таблицей, и вам будут видны мои ошибки, которые вы сможете не допустить в своей работе. Итак, московский полк. Кафтан белый, камзол коричневый, обшлаги белые. Посмотрим по таблице. В общем, данные не противоречат. То есть, сделал верно. Отделка или приборный цвет должен быть белым. Я использую бледно-серый цвет для приборного цвета, чтобы он выделялся чуть-чуть на фоне белого кафтана. Теперь видны петли и пуговицы. И обшлаги. Обращу внимание, что галстуки у всех драгун черные, сапоги черные, ножны черные, портупеи коричневые, чепраки и сорочки на ольстерах темно-красные. Весь полк сделан из фигурок звезды. Рядовые бойцы – это всадники, идущие в атаку, выставив клинки вперед. Обратите внимание, что я повернул голову одной модели. Она теперь смотрит прямо, а не вправо. А эта фигурка вроде бы похожа на две предыдущие, но имеет ряд отличий. Рука со шпагой вывернута пальцами вверх, а не вниз. Карабин висит не прикладом вниз, а стволом. Как я это сделал? Легко. Это шведский драгун от все той же звезды. В отличие от русских драгун, у него был воротник на кафтане, который я удалил ножом. Всадника посадил на русскую лошадь. Вроде бы мелочь, а каждая фигурка получилась особенной. Командную группу практически не изменял, кроме удаления полотнища флага и замены его на бумажный. Киевский полк. Кафтан красный, камзол коричневый, штаны коричневые, приборный цвет желтый. Сравнить данные с таблицей не выйдет, так как там стоят прочерки рядом с названием этого полка. Я взял данные о киевском полке из книги Каштанова «Виват Россия» страница 164. Данный автор и его книги о Северной войне содержат много неточностей и грубейших ошибок. Про эту книгу я делал отдельный фильм на своем канале, так что посмотрите, кому интересно. Как бы там ни было, когда я создавал свою армию Петра I, у меня не было книги Татарникова, журналов «Новый солдат» и «Цейхгаус». Поэтому Каштанов порой был основным источником информации. Также я использовал различные сайты, например, Тацитус. На этом сайте есть расстановка войск на полтавскую битву по полкам, а также униформы этих полков. В битве участвовал киевский полк, но его форма не определена. Откуда ее взял Каштанов, я не знаю, может, просто банально выдумал. Перейдем к самим моделям. Конь идут медленным шагом, а один конь скачет рысью. Он взят от шведов. Вот эта модель. Обратите внимание, что у шведов нет скатки из площадки Панчи. Она была доделана мной из милипута. Перемешивание коней из разных наборов, в том числе и противников, дает увеличение разнообразия постмоделей. Кавалеристы делались из фигурок звездовских драгун. Командная группа. Офицер без изменений. У знаменосца полностью удалил знамя и заменил его на древко из проволоки и бумажное полотнище. Фигурка барабанщика. Мне не хватало в кавалерии трех барабанщиков, и я придумал, как их можно сделать. Взял нижнюю часть от одной из этих фигурок, а верхнюю от этого драгуна. Соединил их и вставил в руки палочки из проволоки. Удалил все лишнее. Ножом долепил погон на правое плечо и на ремень две кожаные петельки сделал, в которых переносились барабанные палочки. Сделал сам барабан. Окрасил барабан в цвет полкового мундира. В данном случае барабан красный. На барабанах должны быть еще эмблемы. Не стал их рисовать. То ли поленился, то ли забыл, сейчас уже и не помню. В полку присутствуют три оригинальных стрелка. Таких моделей вы не найдете в наборах на Северную войну. Они создавались путем относительно простой конверсии. Брал синист от всадника и верхнюю часть от этого пешего драгуна. Соединял их при помощи спайки. Удалял ножом все лишнее и заделывал нестыковки эпоксидной смолой. К сожалению, я почти не делал фотографии процесса создания модели. И вы можете наблюдать, как правило, только результат работы. Вологодский полк. Кафтан зеленый. Камзол синий. Приборный цвет синий. Данных в таблице по полку нет. Цвет мундира я взял с сайта Тацитус. Вот искомый полк. Перейдем к фигуркам. Обращу внимание, что все кони стоят, а не скачут. Командная группа. Знаменосец. Это конверсия из рядового драгуна. Удалил шпагу и дал в руки флаг. Офицер также сделан из обычного драгуна. Ему отрезал голову и повернул вправо. Потом припоел. Теперь он как бы смотрит на своих подчиненных, отдавая приказ. Лишние ремни у него отрезал вместе с карабином. Низ кафтана тоже изменил, сделав его расстегнутым. И вырезал карман. Звезда не делала горжетов офицерам. Я не стал заморачиваться и тоже их не сделал. Все же это была ошибка, так как они у них должны быть. Довольно легко их слепить из милипуты. Как делать барабанщика я уже говорил. Обращу внимание, что конь у него шведский, модернизированный под русского. Срезал шведские узоры и налепил гипанчу. Стрелки. Такие модели никто не производит. Это конверсии опять же по той же схеме, что и в киевском полку. Низ фигурки от кавалериста, а верх от пешего стреляющего драгуна. Мне очень нравится, как получилась конверсия. Не видно места стыка частей модели. Кстати, обратите внимание, как сделаны поводья. Производитель их делает единой спаянной лентой. Я модельным ножом разделил их. Моторная работа. Можно легко отрезать поводья или пораниться лезвием. Но результат того стоит. Псковский полк. Кафтан синий. Приборный цвет красный. С таблицей совпадает. Командная группа. Знаменосец сделан из вот этого драгуна. Удалена шпага и вставлена древко. К сожалению, кисть со временем отломилась. Полотнище должно было быть синим на флаге. Но я ошибся и сделал вот таким. Технологию производства барабанов я уже описывал. Офицер сделан из вот такого стрелка. И изображает ротного командира капитана. Не забудьте из одного Ольстера на коне удалить рукоять пистолета. Кафтан и треуголок расшиты желтым гулуном. Рядовые драгуны представлены фигурками такого вот типа. Двум моделям поменял поворот головы. Одному несколько выгнуло руку вверх. И модели стали смотреться неоднообразно. Конно-гренадеры Кропотова. Данные по их экипировке брал с сайта Тацитус. И у Каштанова. Кафтан зеленый. Камзол красный. Приборный цвет красный. Митро зеленое с красной отделкой. На макушке красная кисточка. Как я уже говорил, набор стрельца с конно-гренадерами я купить не смог. И пришлось сделать конверсию из драгун. Посмотрим модели. Командная группа. Знаменосец от звездовских драгун. Удалил у него голову и заменил на голову гренадерской митрии. С барабанщиком сделал так же. А где я взял эти головы? Все просто. Я приобрел набор русской пехоты от звезды. Митры прусаков не такие, как у русских гренадер, но близки по конструкции. У них есть лобовая металлическая пластина. Я ее аккуратно срезал, оставив внизу треугольник, как у русской митры. У меня сохранилась даже фотка кона-гренадер в процессе конверсии. Желтый всадник слева – это шведский драгун. Кстати, и один из коней, тоже от шведов. В центре лежит командир с коричневой головой. И Каштанов говорил, что офицеры порой позволяли себе вместо уставных головных уборов надевать те, которые им казались более уместными или модными. Примерно вот такие шапки. За это Каштанова профессиональные историки жестко критиковали. Но в труде Татарникова про русскую армию я нашел замечание, что практика надевания на войну неуставных головных уборов в первые годы 18 века существовала. Даже был указ Петра, требовавший ходить в единообразной уставной форменной одежде. Переносить прошлое на современность не совсем корректно. Но в данном случае могу сказать, что найдутся солдаты и офицеры, которые в ходе боевых действий наденут неуставную одежду. Просто посмотрите фото с чеченских войн. Солдаты в неуставных шапках разных покроев и цветов. Конечно, не стоит доводить этот пример до абсолюта и создавать идиотические реконструкции внешнего вида солдат, как в лживом фильме «Штрафбат». Там советские солдаты ходят в немецкой форме, в перемешку с советской. В реалиях Великой Отечественной войны солдаты могли взять у врага, например, хорошие сапоги, но не каски или верхнюю одежду. В этом случае в бою свои те просто могут перепутать с противником и пристрелить. Стремление офицеров одевать более удобные головные уборы в период становления русской регулярной армии я решил отразить в миниатюрах. Офицер сделан в шапке. Ее я взял из набора запорожских казаков. Вот эта фигурка. У нее срезал голову. Получил вот такого офицера. Вид сбоку. Обратите внимание, что чепрак раскрашен узорами, в отличие от рядовых бойцов. Вид сзади. А этот солдат вооружен ручной мартирцей. Ее я сделал из мушкета, прусского гренадера и куска литника. В фильме про Петровскую кавалерию я рассказывал про это оружие. Так что посмотрите его. Хочу обратить внимание, что у конных гренадер должны быть суммы для переноски гранат. Ее на картинке каштанов нарисовал на правом боку. Она лихо трепахается на ремне, на скаку. Проблема заключается в том, что на этом же боку должен еще висеть и карабин. Сумма будет мешать быстро приводить карабин в боевое положение. К тому же левая ключица будет испытывать серьезную нагрузку. И будет болеть у солдата. Мне кажется, что сумму легче носить на левом боку. Хотя там она будет мешать при вынимании шпаги. Видимо, это была одна из причин, по которой от гранат в кавалерии отказались со временем. К тому же, ношение на левом боку разгружало бы ключицу. Но вот перед нами реконструкция Шаменкова. Она считается качественной, в отличие от Каштанова. Мы видим карабин, ремень которого висит на левом плече, так же, как и ремень гранатной суммы. Но я сделал гранатную сумму так же, справа. Ее украшают в углах в орел и горящие гранаты по углам. Также виден чехол для переноски дымящегося шнура, при помощи которого поджигали гранату перед броском. Его я сделал из маленького кусочка эпоксидной смолы. Обращу внимание на одну мою ошибку. Я сделал знаменосца полков конно-гренадер. В книге Татарникова четко сказано, что у пеших и конных гренадер знамен не было. Это было вывязано тем, что эти части были сводными из разных полков. А также существовала опасность, что при броске гранат трепыхающийся знамя в первом ряду может сбить их под ноги своим же солдатам. Учтите эту мою ошибку. Конная гвардия В этот период в России не существовало вообще гвардейских полков. Но было два подразделения кавалерии, которые по своей сути выполняли функцию гвардии. Это были лейп-эскадрон князя Меншикова и генеральско-драгунская рота графа Шереметьева. Появились они в 1704 году и имели в своем составе 220 бойцов. Какой была численность каждого подразделения я не знаю, но по всей видимости плюс-минус по 100 бойцов в каждом. При этом эти подразделения содержались на средствах своих генералов, а не были на балансе у казны. Шереметьевские кавалеристы имели красную форму кафтанов, а у Меншикова форма была преображенского гвардейского полка, то есть зеленые кафтаны. Данный эскадрон и рота комплектовались из молодых офицеров, которые имели чисто кавалерийскую выучку. Я решил сделать для своей коллекции один из этих отрядов. Лейп-эскадрон князя Меншикова. Фигурки я взял из набора гвардии Петра Первого от Стрельца. Тут как раз 6 всадников. Решил я делать именно 6 кавалеристов. По пропорциям это, конечно, не совсем верно, так как кавалерийский полк равнялся 1100 бойцам, а эскадрон в пределах сотни был. В пропорциях для игровой армии это одна или максимум две модели всадников. Но для военных игр, по правилам эпоха битв от звезды, нужно как минимум 4 всадника. Я же решил делать 6. Все же думается мне, что это допустимое упрощение. Конверсии были минимальны. Заменил флаг у знаменосца. Полотнище взял с рисунка преображенцев. У этого всадника рука некрасиво прижата к телу. Я ее поменял на вот такую. Уже не помню, откуда ее взял. Сам Менщиков Александр Данилович. Портретного сходства не пытался достичь. Хотя можно было бы парик сделать белый-бежевый для большего сходства. Князь в мундире преображенского полка. Тело защищает кераса. Шляпы нет. Обращу внимание, что в лейп-эскадроне нет барабана, а есть труба. Это подчеркивало то, что они не спешивались в бою, а вели чисто кавалерийский бой. Кстати, с 1712 года в драгунских полках будут вводиться именно трубы вместо барабанов, так как они гораздо более удобные в кавалерийском бою. Регулярную кавалерию в моей армии представляют донские казаки. Донских казаков на этот исторический период не производит ни одна фирма. Поэтому я решил их сделать из разных наборов военно-исторических миниатюр. Посредством конверсии. Начнем с атамана. Его конь от шведских драгун-звезды. Вот эта модель. Подрезал Чапрак и Ольстер. Я специально прикупил гвардейских казаков наполеоновских воин от «Звезды». Для атамана взял вот эту фигурку. Срезаем все лишнее. Долепил на труску. Как я понимаю, у атамана должен быть в этот период вот такой головной убор. Если ошибаюсь, отпишитесь в комментариях. Аккуратно выпиливаем его. Получился вот такой атаман. Знаменосец. Коня опять взял у шведов. Подрезал Чапрак. Нашел вот такой флаг казаков. Ну, думаю, подходит для данной эпохи. Садник скачет на полном скаку. А знамя почти ворвается из его рук. Получилась довольно реалистичная, динамичная поза. За основу воина брал вот эту фигурку. Пика стала древком для флага. Все лишнее удалил и долепил зипун из милипутры. Голову заменил, взяв ее от стрельца из этого набора. Ножом изменил форму шапки. А шлык напаял из пластика. Окрасил в яркие цвета. Это отчасти является ошибкой. Так как донцы любили синий цвет. И он должен доминировать в их одежде. Так что, если хотите более точно отобразить донских казаков, то окрашивайте их одежду преимущественно в синий цвет. Этот лихой казак сидит на коне из набора русских драгун. Чуток укоротил ему чапрак. Фигурку взял. Все из тех же казаков гвардии Александра Второго. Снова лишнее срезаем. Ножные долепливаем. Голову взял из набора стрельцов. Повернул ее вправо. Не правда ли теперь сложно узнать, из какой фигурки он изначально делался? Вот такие вот чудеса конверсий. Следующие три казака. Все их кони взяты из набора гвардейских казаков. Использовал снова фигурку этого типа. Лишнее срезал. Удалил правую руку. Как делать высокую шапку я уже говорил. В правой руке у казака карабин или турецкое ружье. Взял руку я из набора прусских гренадер Фридриха Второго. От звезды. Мушкет укоротил. Получился оригинальный стрелок. Кстати, я долепил ему треугольную натруску. На правый бок. Обращу внимание на это еще раз. Натруски нужно делать. У моих всадников они есть далеко не у всех. Эту ошибку я сделал, глядя на реконструкцию стрельбы в книге Каштанова «Виват Россия», где натруска не используется. Нельзя переносить реалии стрельбы из мушкета времен наполеоновских войн на стрельбу из фузея времен Петра Первого, как это сделал Каштанов. Так что если делаете солдат этого исторического периода и видите, что на фигурке нет натруски, то доделайте ее. Так будет правильно. Из этого казака вырезал Донского. Голову взял от стрельца. Натруска из рога на правом боку. Решил я ему ружьишко сделать, причем перекинутое через плечо. Взял мушкет, опять всего той же фигурки Пруссака. Срезал штык, аккуратно отрезал сверху ремешок и припаял его снова, при этом несколько удлинив его. По сути, мушкет висит за спиной на своем ремне у данной модели. Довольно оригинально получилось. Последний казак. Взял за базу вот эту фигурку. Голову от стрельца. Видимо, забыл сделать ледунку и патрону с ума, так как у бойца в Ольстере пистолет. Хотя я читал, что порой патроны и затравочный порох хранили в самом Ольстере. Так что такой вес бойца в принципе допустим. Итак, мы ознакомились с моей коллекцией. Надеюсь, было интересно и полезно. На канале Блокпост Игорь Круглов анонсировал выходом в 2021 году видео о Северной войне. На этом канале автор делает уникальные конверсии военно-исторических миниатюр. И всем любителям данной тематики обязательно нужно подписаться на этот канал, чтобы посмотреть его работы и взять его идеи себе на заметку. Ссылка на канал в описании этого видео и в конечных заставках этого фильма. Хочу обратить ваше внимание, что все использованные в данном фильме фото, плюс те, которые не вошли в него, вы можете посмотреть в наших группах в Одноклассниках и ВКонтакте. Тысячи интереснейших фото и рисунков на разные исторические тематики ждут вас в специальных папках в данных группах. Присоединяйтесь. Ссылки смотрите в описании к видео. Ответы на комментарии В комментариях к видео про Минотавра часть подписчиков указали мне, что были поражены языческими обычаями греков и тем, что неуязычники есть не только в России, но и в других странах. Когда-то я и сам был этим поражен. Изучая историю, я столкнулся с тем, что есть люди, реально верящие в бога Зевса и Афродиту, а также в Перуна и Белеса. Есть религиозная организация, называющая Солнце Богом и молящаяся Ему. К теме этих популярных нынче культов мы еще не раз вернемся в наших фильмах. Подчеркну, что я за научное изучение прошлого, в том числе и религии. Современные секты и выдуманные культы мне видятся вредными не только для каждой конкретной личности, но и для народа в целом. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал WargameRoss Солдатики История Моделизм, чтобы не пропустить новые видео. Посмотрели видео? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравился наш канал, поддержите его денежным переводом. Как это сделать, найдете в описании к видео. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы.